Всем привет! Сегодня 15 марта 2023 года. Пришел сюда, к спасательной станции, к снятию ролика Меловодия. Я уже один снял, со стороны Заводского района. Сейчас пришел со стороны Советского района. Давайте пройдемся по пляжу, поизводим набережную Дубровинского, Дубровинского. Вот спасательная станция. Смотрите, вешки. Я не знаю, что там они обозначают. Но еще какой-то, видимо, запас есть. 4 деления черно-белых. Не знаю, что это означает. Возможно, это уровень сантиметра, метры. Там есть надписи какие-то? Слушайте, по-моему, какие-то надписи есть. Ну-ка, ну-ка. Метр девяносто, два десять. А, через 30 сантиметров. Вижу. То есть, какие-то вот отметки. Два десять вижу и метр девяносто. Вот что это означает? Это, наверное, насколько вода поднялась. Ну, можно сказать, что почти на по два метра она поднялась, река Ака. Ну, я не специалист, а так грубо, в общем. Интересно. Метр девяносто и два десять я вижу эти отметки. Давайте пройдем по пляжу, посмотрим. Там смотреть особо нечего, как в анекдоте. Все позалито водой. Река необычайно широка. Температура интересная. Утром было ноль. Сейчас температура поднимается. Так, значит. Это у нас памятник Бежен Лух, по-моему, называется. Вот в этом месте когда-то планируется построить банный мост. Это было бы хорошо, чтобы был мост, по которому можно перейти из Советского района в Железнодорожное и прямо в Универмах сходить. Там центр Радовой, Торговой. Замечательно. Да, Ковразлив. Разлив. Река Орли, Ка-Ка. Там виднеется пешеходный мост. Задим красный мост, который Клочков обещал открыть движение летом. Ну, как обещал, предполагал. А в ноябре сдать совсем. Ну, подождем, конечно. Но тема нашего ролика-то половодие, а не красный мост. Поэтому давайте пройдем до пляжа. Поснимаем. Так. Ну, что еще сказать. Вот плавают уточки, АК разлета. И вы знаете что? Нашел эту сумку. Тут, вернее, не сумка, а лежала. Лежит сумка, короче. Кому надо, заберите. Смотрите, валялась сумка. По математике, тетрадь. Боу, 51. Нурмаджанова. Карина. Валяются какие-то сумки. Тетрадки. Кирилл? Да, мальчик. Четвертый класс. Кирилла Нурмаджанова. Да, тетрадки валяются. Ну, в принципе, это... Тетрадки-то можно и новые выписать. Скоро они вообще будут не нужны. Запись, разряд над разрядом. Тройка, четверка. Ладно, в общем, не теряйте, школьники. Тетрадки свои по берегам. Вот. Если нужна, приходите, заберите. А мы сейчас смотрим пляжик. Пляжик. В общем, лежат на той лавке чуть-четвертки. Мы сейчас смотрим пляжик, который затопило водой практически по парапет. Это удивительное зрелище. Прибило льдину к парапетам. Мне еще что нравится. Снег сошел, смотрите. Теперь сухо. И дело теперь только за растительностью, за солнышком. Думаю, земля уже напитана водой достаточно. И скоро здесь зеленеет все. Ну, как скоро? Травка-то, наверное, скоро. А вот зелень деревьев наверное в конце апреля. Как обычно у нас бывает. Вот такие остатки льда прибило к городскому пляжу. Воды очень много. Если будут дожди, там, таяние склонов снежных, может еще даже увеличится в половой депаводок уровень воды. Замечательно вообще. Смотрите, как все на пляже. Такая картина. Там, где люди загорают летом, плещется водичка. Утонула как сказать, беседка для переодевания. Совсем. Даже не знаю, как туда пройти. Смотрите. Не, я туда, наверное, не пойду. Видите, да, утонула. Может быть, их снесло, может быть, они утонули, не знаю. Вот вижу только крышу одной из них. Вот как выглядит такая в разливе. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрий из Орла в Яндекс.Дзен в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. Даже не знаю, что поставить на заставку. Вот так, наверное. Пляж залит водой. Ну все, спасибо за просмотр.